Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Бровченко. И вы знаете, начну, наверное, с главного. Бровченко, как всегда, не видят бревна в своем глазу, зато замечают царинку в чужом глазу. Ну а пока я буду рассказывать, что именно меня так вот поразило, вы ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Поехали, Таня, с Бори в город по делам. Поехали с Максимкой. С кем остались остальные дети? Я так понимаю, что более младшие остались на попечении более старших детей. Ну, конечно, Бровченко те еще родители, им не привыкать оставлять детей от них дома. Ну, хотя бы сейчас надо поблагодарить за то, что они взяли с собой самого младшего ребенка. И вот сидит Максим в этой самой булочке и играет в планшете в какую-то игру. Таня говорит, ну что, Максимка, ты тут кушаешь? Я думаю, на самом деле, неужели она ему взяла какую-то еду и кормит Максима? Нет, Максим в игре ест пиццу, нажимает на какие-то там кнопочки, в общем, ест, так сказать, виртуальную пиццу ребенок. А Таня даже не подумала о том, чтобы ребенка накормить как-то, действительно взять какой-то перекус ему. Не, не о чем вы говорите. Единственное, что сказала Таня, что когда они будут ехать домой, то они заедут и побалуют себя картошкой фри. Но это, понимая, в какое-нибудь кафе заедут. Интересно, а Максима тоже будут они баловать картошкой фри? Посмотрим, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, у Максима нет зубов. Поэтому не знаю я, как Максим, бедно, тут будет есть ту самую картошку фри. Ну, а вообще, в принципе, Бровченко поехали решать вопрос с электричеством и с картами для проезда. Говорит Таня, что надо, мол, пополнить эти самые карты, потому как детские просто продлить, а взрослые надо пополнять. И хотели на полгода, но вроде как решили на год, а в итоге пополнили аж на полтора года. В общем, Бровченко, как всегда, счастлив. Очень странно мне показалось то, что они не сказали, поздравьте нас, мы пополнили карты. Очень странно. Вы знаете, я, в принципе, каждый их влог уже готова или поздравлять их, или радоваться вместе с ними, или молиться за них. Ну, в общем, да, Бровченко такие, что не умеют в одиночку радоваться, и им надо какое-то общественное признание. И каждый раз они об этом говорят, то молитесь за нас, то радуйтесь, то держите за нас кулачки и так далее. А в этот раз, как будто бы не Бровченко, я не знаю, что случилось с Таней, теряет Таня хватку. Ну, и, конечно, то, о чем я хотела поговорить изначально. В группе Тани и Бори в Телеграме было такое сообщение. Я его сейчас вам зачитаю. Здравствуйте, Татьяна. Уж не получается мне выйти на связь с вашим супругом Борисом. Заблокировал меня везде, с телефона сотрудника тоже сбрасывает, только слышит мой голос. Так что приходится писать сюда. Передайте своему мастеру вернуть средства 22 140 рублей, иначе придется обратиться в соответствующие органы. Попросил Бориса забрать заказ из строя магазина, который был как раз в районе рядом с Борисом, когда мы разговаривали 20 декабря. Продавцы нашу фирму знают, заказ уже был собран, нужно было просто оплатить. После предоплаты на карту Борис просто смылся, на объект не приехал, на звонки не отвечает. Все сроки сдачи объекта нарушились. Верните деньги до 24 числа, иначе будем вынуждены принять меры. Это даже не предоплата для оплаты в магазине заказа, который мы попросили забрать. Либо пусть возьмут трубку, либо ждите полицию. Ну вот как-то так, вот такое вот сообщение. И что меня поражает, то что защитники Бровченко тут же накинулись на этого человека и сказали, что это христианская отличная семья. И детки у них хорошие, ухоженные, мол, не каждая мать сможет таким похвастаться, как Таня. Таня всю себя отдает детям, ну а Борис не вылезает с работы. И говорит, что это плохая, семья нельзя, ну и так далее. В общем, семья Бровченко. Вот, ну а после всего этого, я когда посмотрела влог, я думаю, ну вот надо так. Значит, кого-то они, простите, могут вот так вот обмануть, получается, да, на 22 тысячи. А когда их, так сказать, обманули, ну опять же, не столько их обманули, сколько, ну всякое бывает, да. Это не тот момент, когда вот вам дали деньги для того, чтобы вы оплатили товар в магазине. Нет, это просто покупка через интернет каких-либо товаров. Ну и в этот раз им пришел какой-то бракованный винчестер за 6 тысяч. Да, да, 6 тысяч. И Таня с Борис сказали, это такие деньги большие для нас, мы не можем себе позволить просто так эти деньги потратить. Поэтому, да, этот винчестер надо, конечно же, вернуть. И добились Таня и Бори того, что мало того, что им вернули деньги за этот бракованный винчестер, так еще и 1800 за пересылку им вернули. И Таня с Бори счастливы. А они вообще подумали о тех людях, которые попали, простите, на 22 с копейками, да. Об этом Таня и Бори не думают. Что они кого-то обманули, сами Бровченко обманули. Это, конечно, об этом истории умалчивает. Как я уже сказала, защитники их считают просто чудесной семьей. Ну, а когда Бровченко кто-то обманет, да и то непреднамеренно вот так вот. Ну бывает, да, брак попадает в магазины. Вот это, конечно, недопустимо. Это надо сразу пресекать. Конечно же, сразу надо делать все возможное, чтобы вернуть свои деньги. Как Боря выразился, китайцев строить будем, потому как с китайского какого-то сайта заказывали этот самый винчестер. А кто же Бровченко построит? Очень интересно. Ну, наверное, дождутся они действительно того, что их будет полиция строить, потому как, видимо, не хотят Бровченко по-хорошему на звонок ответить, ну и так далее. Вынуждены люди уже писать в их чат христианский, представляете? И Таня говорит, вот на улице очень жесткие минусы наступили. Думаю, да, Таня, это не на улице очень жесткие минусы наступили, а это у людей, которые вам поверили и доверились, вам и свои деньги вам доверили. Вот у них реально финансовые какие-то минусы очень жесткие наступили, и то благодаря вам, а конкретно Борису. Еще беда у Бровченко, термопод какой-то они купили очередной. Думаю, зачем им столько термопода, вообще не понимаю этого. Но, видимо, им для чего-то надо. Один есть, вот они с ним тоже маялись. То он работал, то не работал, помните? То меняли они, то не меняли, в общем. И еще один какой-то термопод снова заказали. Да, ну не заказали, а пошел Борю в магазин и купил. Но тоже, говорит, невозможно было им пользоваться, он какой-то бракован. То есть он пришел домой, его раскрыл, говорит, увидел брак и вернул в магазин. Теперь вот надо дожидаться рассмотрения этого дела, комиссии, директора магазина, ну и так далее. В общем, я не понимаю, почему Боря не мог в магазине открыть? Он говорит, я даже воду туда молнию заливал. Странно, почему ты в магазине не открылся, ты визуально увидел брак? Говорит, пришел домой, открыл, берил брак и принес обратно. Значит, что-то там все-таки нечисто. Вот после того, что написали в христианском чате, Бровченко вообще верить нельзя, не на йоту. Значит, он и воду туда заливал, и все, что угодно делал. Потому как, ну действительно, почему бы в магазине не раскрыть, тем более Боря позиционирует себя таким великим специалистом, что он прям вот визуально может определить, есть брак в этом герете или нет его. Даже не включая в сеть. Ну, что сказать, Бровченко вот такие вот люди, своеобразные, конечно. А вообще, у Бровченко сыпется здоровье, продолжает сыпаться здоровье. Таня купила себе какие-то гормональные таблетки от эндометриоза. И, конечно же, кроме здоровья у Бровченко еще стали сыпаться винчестеры. Короче говоря, у них все сыплется, все абсолютно. И не знаю, когда это все перестанет у них сыпаться. Ну и, конечно же, Таня заявляет, что в Москве все заметает. Хотя, как вы правильно написали абсолютно в моем телеграм-чате, что, мол, в Москве давным-давно уже все растаяло, уже сугробов нет. То есть Бровченко говорят, что в Москве заметает. И, видимо, эта информация недельная, может быть, даже и полуторанедельные давности. То есть они записывают свои блоги и ждут какое-то время, только потом нам их презентуют, так сказать. То есть кормят нас так называемыми консервами, продолжают это делать. Хотя Таня говорила о том, что у нее в запасе там есть еще определенное количество блогов, которые они собираются нам показывать чуть ли не ежедневно. Да, было время, что они ежедневно выкладывали блоги, а потом как-то вот такой перерыв у них получился в день, два, три. А теперь вот я даже не знаю, когда следующие блоги не выпустят. И Таня говорит, вот у людей активные приготовления к Новому году идут и поздравляют уже всех с Новым годом. Во-первых, что значит у людей идут активные приготовления к Новому году? Таня не перечисляет себя к людям или Таня решила снова перенести Новый год? Ну, возможно, решила снова перенести Новый год. И это раз. Во-вторых, я так понимаю, что уже до Нового года Бровченко ничем нас радовать не собирается, раз они вот сейчас, грубо говоря, за неделю, даже чуть больше, чем неделя до Нового года, она решила нас уже поздравить с Новым годом. Интересно, чем они будут заниматься все это время? Или у них много денег? Наверное, мне нужна дополнительная какая-то зарплата ютубовская. Но, видимо, так. Хотя говорят, что сейчас каждую копеечку, конечно, они берегут и каждая копейка у них на счету. Но, видимо, за счет чего Бровченко, так сказать, приобретают материальные блага. Ну, в общем, вот таким вот получился у меня обзор влога канала Семья Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok